Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот шапку-берет. Подробное описание будет представлено вот здесь вот на сайте. Там же будет схема и описание в виде текста. А здесь вы сможете посмотреть инструкцию в видео формате. И также ссылочка на эту шапку будет под описанием под видео. Будем вязать вот такой вот пряжи Lana Gold Alize. Это полушерсть и в 100 граммах у нас 240 метров. Достаточно такая толстенькая пряжа бежевого цвета. Вот мой пробный вариант, который я связала. Вязала приблизительно из такой же пряжи, но она более гладкая, зеленого цвета. Вот. И для вязания нам нужно два вида спиц. Для резинки я использовала спицы троечку, а для основного уже полотна я использовала спицы пять с половиной. И для более удобного выполнения кос я использовала вот такую вот дополнительную спицу для аранов. И начинаем мы с того, что работу мы выполняем изначально на спицах 3 миллиметра. Мы набираем с вами резинку. Набираем 112 петель. Набрав 112 петель, мы объединяем их в круг и начинаем вязать резинку 2 на 2. И вот так вот постепенно мы вяжем резинку. В высоту вяжем 13 рядов. 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот так вот чередуем. В итоге у нас получится такая вот аккуратная резинка, довольно плотная, потому что вяжем мы ее на спицах троечки 3 миллиметра. Вот. А основной узор мы будем увеличивать по объему и будем вязать на спицах 5 с половиной миллиметров. Первым делом перед провязыванием узора мы должны все петли перебросить на более крупную спицу. Просто вот так вот перебрасываем и уже после этого начинаем вязать узор. Вот теперь мы приступаем к моменту, где мы начинаем вязать основной узор. Итак, у нас здесь чередуются коса вот такая вот двойная и вот такой вот узор, который идет вот с мейкой за счет того, что мы делаем накиды и провязываем две петли вместе. Между этими узорами с обеих сторон есть изнаночные петли. Итак, смотрите, у нас сейчас на спицах 112 петель и нам нужно добавить петли. Петли мы будем добавлять именно вот этих вот косах по 2 петли в каждой косе. Итого у нас на спицах должно получиться 126 петель. Ну и мы начинаем с вами вязать. Не забываем, что в каждой косе мы прибавляем по 2 петли. Итак, вот наш начало ряда и мы провязываем. Сначала буду я вязать косу, то есть нам нужно провязать 10 петель, но прибавить еще 2. Всего будет в косе 12 петель. Я провязала 2 лицевые, здесь я делаю прибавку, вяжу до последних 2 петель и перед ними тоже делаю прибавку. Вот мы провязали петли, делаем прибавку и провязываем еще. Итого у нас вот наши 12 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше между узорами идут изнаночные, я провязываю 2 изнаночные, делаю накид, эту петельку переворачиваю и провязываю 2 вместе. Это будет наш узор, который будет идти зигзагом. Снова между узорами у нас 2 изнаночные. И сейчас я сделаю необходимое количество петель. И снова мы повторяем, мы вяжем косу. Вот, провязываем 2 лицевые, делаем накид, снова вяжем все лицевыми до последних двух петель. Накид и 2 лицевые. И так получается, что вначале мы провязываем 2 лицевые, делаем накид, дальше провязываем 1, 2, 3, 6 лицевых, делаем накид и снова провязываем 2 лицевые. Дальше у нас изнаночные 2. Снова я делаю накид, ну и здесь мы повторяем, провязываем 2 вместе. Между узорами снова у нас изнаночные. И снова мы переходим на косу. И так вяжем до конца ряда, то есть до вот этого момента, где у нас висит хвостик или мы можем сюда поставить маркер, вот перед лицевыми, между лицевыми и изнаночными. И встречаемся с вами уже во втором ряду нашего узора. И так, первый ряд я провязала. Во втором ряду мы просто свяжем с вами все по узору, а вот эти накиды, которые внутри косы, мы должны провязать перекрещенными петельками и провязать лицевыми. Вот эти 12 петель. Вот снова накид, мы перекрещиваем эту петлю и провязываем лицевой. А те накиды, которые входят во второй узор, вот он, мы провязываем просто так, чтобы было видно отверстие. И лицевую вторую. И так вот повторяем, между узорами 2 изнаночные. И дальше снова у нас 12 лицевых. Накиды мы здесь провязываем перекрещенными. И вот этот тоже. Вот мы провязали уже вторую нашу будущую косу. Дальше снова захватим, допустим, здесь. Дальше мы снова отделяем количество петель необходимое и вяжем по узору. Это у нас повторение узора, который вот эта вот змейка идет. Мы его провязываем обыкновенно. Накид мы не перекрещиваем, не перекручиваем. Здесь у нас изнаночные. Снова 12 лицевых, где накиды мы перекрещиваем. Так, чтобы не было видно дырочки и казалось полотно полностью цельным. Вот. Снова мы доходим до узора змейкой. Провязываем накид, лицевую. Снова 2 изнаночные. И так далее до конца ряда. И мы с вами встречаемся в начале ряда, где мы уже начнем вывязывать косу и прибавлять петли. Сейчас мы с вами в начале третьего ряда и мы будем вывязывать косу. Это вот как раз начало. И вот наши 12 петель. Итак, для того, чтобы связать косу, я беру дополнительную спицу. Перебрасываю туда 3 первых петли. Их я оставляю позади. И провязываю 3 петельки лицевыми. Дальше возвращаю 3 петли со спицы дополнительной на основную. Итак, 3 петли уже переброшены на основную спицу. Провязываем их лицевыми тоже. И работаем над второй половинкой косы. Теперь мы берем следующие 3 петли, перебрасываем на спицу и оставляем их уже спереди. А 3 следующие провязываем лицевыми. Возвращаем с дополнительной спицы на основную. 3 петли и провязываем их тоже лицевыми. Дальше у нас на очереди 2 изнаночные. И узор, который сейчас меняет направление, мы провязываем 2 вместе вправо и делаем накид. Далее у нас 2 изнаночные. И снова у нас здесь коса. Еще раз покажу, как мы ее делаем. Первые 3 петли перебрасываем и оставляем за вязанием. Провязываем 3 лицевые. Дальше возвращаем на спицу 3 петли. И провязываем их. Следующие 3 петли снова перебрасываем и оставляем спереди. Провязываем 3 петли на спице. Возвращаем вот эти вот петельки. И провязываем лицевыми эти 3 петли. Вот такой узор у нас уже получается. Далее. Снова я вытягиваю вот так вот спицу. И у нас следующий на очереди узор, который идет змейкой. По середине между косами мы провязываем 2 изнаночные. Дальше у нас этот узор. И на этом этапе мы провязываем 2 вместе. В правую сторону. И делаем накид. Снова 2 изнаночные. И снова у нас будет коса. А что касается вот этого узора, то мы поочередно сначала поворачиваем направление в левую сторону. Потом в правую. И в зависимости от того, в какую сторону мы делаем поворот, с той стороны мы делаем накиды. Будет схема и на ней будет все понятно. И вот так вот чередуем. Вот. И сейчас провязываем ряд до конца. И высоту мы должны провязать 8 рядов. Можно ориентироваться по вот этой вот косе. После этого перекрещивания у нас должно быть высоту связано 8 рядов. Пока мы их будем вязать, направление этого узора будет меняться поочередно. Мы его будем вязать по схеме. То есть смотрите, когда мы провязывали 2 вместе влево, то накид мы делали перед вязанием. А когда 2 вместе вправо, мы сначала связали 2 вместе вправо и потом уже сделали накид. Вот. На схеме я уже повторюсь, все будет понятно, все будет ясно. Так что сейчас мы вяжем с вами высоту 8 рядов. И дальше снова делаем перекрещивание с вами встретимся на этом моменте. Довязав вот этот вот ряд третий, мы с вами встретимся и будем добавлять петли во всех изнаночных вот этих вот столбиках по одной петле. Так чтобы у нас на спице получилось 140 петель. Это для того, чтобы наша шапка имела расширение, а потом мы эти петли сократим и постепенно будем сужать шапку, вывязывая макушку. Итак, третий ряд провязан, все перекрещивания уже на месте и сейчас в четвертом ряду мы будем добавлять петли в изнаночные ряды. Лицевые мы провязываем лицевыми, это наша коса, мы ее провязываем, а дальше в изнаночных вот этих столбиках, которые разделяют два узора, мы будем делать накиды. Итак, я накиды буду делать ближе к косе для того, чтобы максимально скрыть прибавление петель. Просто сделаю накид, а в следующем ряду провяжу его перекрещенной изнаночной. И вот так вот провязываем изнаночные. Этот узор мы сейчас просто провязываем по узору, не добавляем ничего, не провязываем двух вместе. Здесь у нас снова изнаночные, я провяжу две, а накид сделаю возле косы. Дальше коса 12 петель и снова у нас будет изнаночные, в которых мы сделаем прибавку. Итого у нас получится на спицах 140 петель. Вот здесь тоже делаем. Вот так вот этот узор провязываем. И здесь также сделаем накид. Или вот так. В общем, сейчас мы в каждом из вот этих изнаночных столбиков будем делать по накиду. Еще раз скажу так, чтобы у нас на спице получилось 140 петель. И на этом этапе мы с вами будем вязать высоту 8 рядов. А дальше будет следующее перекрещивание для того, чтобы образовать вот такую вот косу. То есть вот между вот этими двумя моментами перекрещивания у нас 8 рядов. И встретимся с вами на этом моменте. Сейчас хочу показать, как я буду провязывать изнаночные петли после уже накидов в следующем ряду. Сейчас я довяжу косу. Это начало нового ряда. Вот я довязала косу. И у нас здесь на очереди есть накид. Заводим спицу за заднюю стенку. И вот так вот изнаночные провязываем. И все изнаночные, как и раньше, провязывали. Ну, здесь у нас идет чередование этого узора. Мы сделаем накид и провязываем 2 вместе. Вот. Дальше у нас 2 изнаночные обыкновенные. И опять снова накид, который мы должны провязать как скрещенная петля. Заводим спицу за заднюю стенку. И провязываем изнаночные. Вот так вот. И дальше вяжем по узору. Итак, встретимся с вами после... На моменте, где мы будем опять делать перекрещивание на косах. И это будет уже через 7 рядов. Ну, то есть всего у нас 8 рядов между перекрещиваниями. 8 рядов уже связаны. И пришел тот момент, когда мы будем снова формировать косу. и формируем мы ее точно так же, как и в первый раз. Мы сбрасываем 3 петли на дополнительную спицу. Провязываем 3 петли лицевой. Далее эти петельки мы возвращаем. Провязываем лицевыми. И теперь очередь следующих 3 петелек. Оставляем их перед вязанием. Провязываем 3 петли на спице. А эти петли возвращаем на место. И провязываем их также лицевыми. Вот такая вот коса у нас получилась. Это наш второе перекрещение. Здесь мы провязываем 2, точнее 3 уже изнаночные. Вот здесь делаем 2 вместе вправо и накид. 3 лицевые, 3 изнаночные. И снова будем формировать косу. И вот так вот мы чередуем. И смотрите, провязав всего у нас здесь таких вот перекрещиваний 5 секций. Вот 1, 2, 3, 4 и 5 завершающие. Итак, мы вяжем вверх. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4 секции. И только на 4 вот здесь вот мы будем сокращать петли изнаночные. Смотрите, я уже провязала 1, 2, 3 этих секций, 3 секции. Вот смотрите, если приложить, то видно 1, 2, 3. Вот сейчас мы вяжем 4. И в конце вот этой вот 4 секции, вот этой, я сокращу по 1 изнаночной петле между рисунками. И у нас получится, что вместо 3 изнаночных петель будут 2. Итак, дальше я продолжаю вязать по рисунку и встретимся с вами уже перед тем, как мы будем выполнять вот эти перемещения петель. И я буду сокращать изнаночные петли. Итак, четвертую нашу вот эту вот секцию мы сейчас связали уже на высоту 6 рядов. И сейчас можно уже сокращать изнаночные. Это уже идет 7 ряд. Ну, а мы провяжем всего 8 и дальше будем перекрещивать петли для того, чтобы сформировать вот такой вот узор косичкой. Сейчас я провязываю лицевые косы. И дальше у нас идет 3 изнаночные. И я просто 2 из них беру и провязываю изнанкой 2 вместе. Вот. Таким образом у нас здесь уже 2 изнаночные. Здесь мы вяжем по схеме по узору. Накид и 2 вместе в левую сторону. Дальше эту изнаночную я провяжу. А вот эти 2 изнаночные, которые возле косы, провяжу как 2 вместе изнанкой. И так мы делаем с каждой изнаночной вот этой вот полосой. 3 петли мы сокращаем и делаем 2 изнаночные петли. И так продолжаем до следующего ряда и встречаемся уже на моменте, где... Сейчас покажу. Встретимся уже на моменте, когда сделаем вот этот перекрут вот этих петель. Сормируем косичку. И вот это наша последняя будет секция. И мы будем сокращать петли именно на косе уже. Вот видно, как я сокращала с обеих сторон. То есть там уже каждую косичку мы будем сокращать одновременно, убирать 2 петли по бокам. То есть здесь провяжем 2 вместе и здесь 2 вместе, слева и справа. И так вот будем делать почти каждый ряд. Итак, сократили мы уже изнаночные у нас по 2 изнаночные везде. Я сделала вот этот перекрут с петлями, сформировала четвертую секцию. И теперь у нас на спицах 126 петель. Дальше мы провяжем 4 ряда. Будем ориентироваться по этой косе вверх 4 ряда и начнем убавлять. Причем будем уже активно убавлять. Убавим и изнаночные и по 2 петли в каждой косе. Я сейчас на этапе, где я вяжу пятую последнюю секцию. И вверх я провязала уже 4 ряда с этой секции. Вот начало моего нового ряда. И теперь я буду сокращать петли. Сейчас покажу. Значит, мы сокращаем 2 петли в косе. Вот так вот провязывая 2 вместе лицевой. Далее вяжу лицевые до последних 2 петель этой косы. Вот остались 2 последние петли косы. И сейчас провязываю 2 вместе в правую сторону. Вот. Вот так вот у нас уже из 12 петель стало здесь 10. Далее на очереди у нас изнаночные. здесь я провяжу 2 вместе изнаночные. Тут по рисунку вяжем. Здесь я пока оставлю изнаночные. Сокращу их в другом ряду во втором уже. Здесь на очереди коса также сама провязываем 2 первые петли вместе и 2 последние петли тоже вместе. И вот эти вот изнаночные тоже мы здесь провяжем как 2 вместе изнаночные. и дальше продолжаем снова вытягиваем необходимое количество петель. Здесь мы вяжем по узору. Здесь провязываем изнаночные пока 2. Дальше опять у нас коса. Провязываем сначала косы 2 вместе. Первые 2 петли. И последние 2 петли тоже как 2 вместе с наклоном вправо. Вот так вот. Здесь изнаночные провяжем вместе. Этот узор вяжем лицевая и провязываем накид лицевой. Эти 2 изнаночные провязываем. Снова на очереди коса. Сокращаем первые 2 петли и последние 2 петли. Дальше на очереди изнаночные провязываем их 2 вместе изнаночной. Снова. Вот наш круг закончен. И мы продолжаем вязать. Я снова сокращаю по 2 петли. Вот. Сначала косы и в конце. И уже сокращаю оставшиеся изнаночные петли там где их 2. Здесь у нас одна изнаночная. Здесь по узору мы уже делаем накид и вяжем 2 вместе влево. Вот. Вот. Так. Сейчас я вытащу петли. вяжем крючком. Здесь у нас 2 изнаночные. Мы их сокращаем. Провязываем 1 изнаночная. Косу также сокращаем. И еще на 2 петли каждую косу. И здесь вот в конце косы также провязываем 2 вместе. Далее здесь 1 изнаночная. Здесь по узору накид и 2 вместе влево. Здесь у нас 2 изнаночные. Провязываем их вместе. И по аналогии так вот работаем до конца ряда. В принципе на этом моменте ряд закончен. И дальше мы продолжаем по аналогии. И сейчас будем с вами смотреть как лучше сокращать. На каком моменте в смысле сокращать вот эти вот. Вот эту вот змейку. здесь вот момент. Я сейчас закрою этот круг. И все. На этом этапе у нас уже пошел 3 круг сокращений. И я все так же продолжаю сокращать косы. И у нас уже осталось в косе вместо 12 петель 1, 2, всего лишь 6 петель. Вот эти моменты между косами я пока что провязываю так как есть. И сокращения идут только в косах. По 2 петли в каждой косе. Вот и все. На этом этапе круг сокращений закончен. И мы приступаем к следующему кругу. Здесь уже будем сокращать не только косы, но и петли между косами. И так продолжаем убавлять в косах петли. И у нас сейчас уже остается всего лишь 4 петли в косе. А вот эти вот петли, которые между, провязываем 2 вместе лицевой и 2 вместе лицевой. Мы будем все переводить на лицевые теперь. Так, здесь следующая коса. Первые 2 сократили. Последние 2 сократили. Вот эти 2 петли провязываем лицевой и следующие также провязываем 2 вместе лицевой. Итак, у меня сейчас на макушке 17 петель. Я уже обрезала нитку. Вот краешек. И мы на эту же нитку будем сейчас нанизывать петли. Я уже перебросила все петли на нитку. Подтягиваю ее, выворачиваю на изнанку. И вот эту вот ниточку, кстати, тоже мы должны рассунуть туда, на изнаночную сторону. Вот. Так, чтобы она не распустилась. И, в принципе, на этом наше вязание уже закончено. Вот такая у нас шапка-берет получился. И на этом работа закончена. Осталось только спрятать вот эти вот нитки, зафиксировать их с внутренней стороны. И можно носить.